Для того, чтобы выйти и войти, нужны ворота, а для того, чтобы победить или проиграть, нужен путь. Приветствую вас, мощнолапые моллюски! С вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на самые знаменитые поединки, в которых были уничтожены настоящие монстры ММА, решившие, что пару десятков килограмм сверху обеспечат им победу. Дает ли масса в поединке преимущество? Конечно. Является ли она решающим фактором? Однозначно нет. И сейчас вы в этом убедитесь. Жизнь как собачья упряжка. Пока ты не лидер, пейзаж жопы не меняется. Именно так подумал Икухис Аминова и стал бойцом. 6 октября 2009 года. Япония. Турнир Дрим. Величайший и храбрейший боец Икухиса Минова с ростом всего 175 сантиметров и весом около 85 кило провел 110 боев за свою карьеру, принимая вызовы от самых мощных и страшных бойцов того времени, прямо как в этом поединке. Его соперник Верзила с габаритами циклопа Хонг Манчой с ростом 218 сантиметров и весом под 160 кило. Но как слон боится мыши, так и Минова пугает своих оппонентов. А этот бой он закончил в середине второго раунда болевым на пятку. 13 июня 2009 года. Турнир Адреналин. Противостояние чемпиона мира по боксу на пенсии 48-летнего Рея Мерсера с весом около 95 кило против двукратного чемпиона UFC 33-летнего Тима Сильвий с весом около 120 кило. Но все закончилось красиво, быстро и чисто по-боксерски. Некоторые люди как рождаются Овнам, так Овнам по жизни остаются. Но у бойцов все совсем иначе. 30 марта 2003 года. Япония. Турнир K1 World Grand Prix. В ринг выходит Боб Сапп с весом 160 кило и с презрением смотрит на легендарного Мирка Крокопа с весом около 100 кило в надежде быстрой победы. С высоты сегодняшних дней нам кажется очевидным, что у Боби не было шансов. Но тогда Монстр Сапп победил Эрнеста Хуста, причем дважды подряд, и выходил на этот бой как ракета на подъеме, учитывая то, что Хуст побеждал Крокопа. С первых секунд поединка Мирка даже пришлось побегать, чтобы понять, как можно эту гору мышц победить. Но потом коронный кик по печени и левый кросс отправили Боби на канвас, а затем в больницу с травмой глаза, которую пришлось оперировать. Выпавший снег – радость для детей, а для воробья – голодная смерть. А просушенное тело – хорошо для пляжа, но в кабаке ты будешь дрыщом. 4 декабря 2004 года. Токио. Открытое Гран-при K1. В четвертьфинале самый молодой и легкий боец турнира Каоклай с весом 80 кило встречается с самым тяжелым бойцом турнира Майки Мо с весом 120 кило. Это противостояние подарило миру один из самых знаменитых нокаутов, картинки которого до сих пор мелькают в лентах соцсетей. В первом же раунде хайкик в прыжке от тайца положил на канвас жесткого самоанца. Как надписи на заборах остаются там дольше, чем самокраска, так и память о таких нокаутах живет дольше, чем о самих бойцах. 2 марта 2008 года. Нидерланды. Турнир M1 Slam. 19-летний Кирилл Сидельников из команды Федора Эмильяненко с весом около 100 кило встречается с накачанной домашним творожком машиной для убийства Мартином Салтисыком с весом за 120 кило. Начало боя сразу показало, что качок реально отмороженный, но его попытка подлого удара, кроме затаившейся в детской душе мести, ни к чему не привела. И уже в первом раунде кулак справедливости Кирилла поставил жирную точку на голове Мартина. Волков много, а мяса мало. Также и бойцов не счесть, а турниров, где хорошо платят, не хватает. 1 мая 2011 года. Будапешт. Турнир Fight Code Dragons. Великий и невероятный монстр Боб Сап с весом в 160 кило и под 2 метра ростом вышел на бой против Тивадара Кункли в надежде на легкую и быструю победу, ведь он весил всего 70 килограмм. Это был единственный бой в карьере Бобби по тайскому боксу, и он сразу понял на себе, в чем его отличие от привычного ему кикбоксинга Кей-1. Несмотря на дерзкое и мощное начало, в котором Сап чуть не вырубил рефери после того, как выбросил Теодора за ринг, он получил единственный удар локтем, который закончил этот бой в первом раунде. Когда падает дерево, все макаки разбегаются, а когда падает сумоист, все пельмени разлетаются. 31 декабря 2004 года. Япония. Турнир Кей-1 премиум. Ринг затрещал и прогнулся, когда на него зашел Аки Боно Таро, бывший мастер сумо с ростом 203 сантиметра и весом 225 килограмм, который решил попробовать свои силы в ММА, и это был его первый бой. Противником дебютанта стал Ройс Грейси с весом 80 кило, но с мастерством и опытом на все 500. Этот незамысловатый бой закончился через 2 минуты болевым на руку Таро, доказав, что даже такой чебурек можно сломать. Высокая лампа далеко светит, а боец бьет. Но это не всегда спасает. 20 июня 2004 года. Япония. Турнир Pride Critical Condown. В ринге сошлись два топовых бойца. Легендарный небоскреб Сэмми Шилд с ростом 212 сантиметров и весом в 120 кило против немаленького Сергея Харитонова с весом 105 килограмм. Но на фоне Сэмми, кажущегося муравьем в тени слона. Два отличных ударника, известных по выступлениям в K1, которые Шилд выигрывал, показали классное шоу. Но у нас ММА и в нем был лучше Серега. В конце изматывающего первого раунда устроив Сэмми настоящую кровавую бойню. Всегда нужно знать свой предел, но только для того, чтобы его перешагнуть. 31 декабря 2007 года. Турнир Яры Нокка. Корейский Годзилла Хонг Манчой с ростом 218 сантиметром и весом 165 килограмм зашелся в ринге против легендарного Федора Емельяненко, который тоже, будучи немаленьким мальчиком, весом под 110 кило, на фоне Чоя казался мальчиком с пальчиком, который решил подраться с Диким Гиббоном. Антропометрия очень важна в бою и дает огромное преимущество. Но когда разница в технике еще больше, она не спасает. Поэтому бой закончился в конце второй минуты феноменальным рычагом локтя от Феди. Голодная мышь готова и кошку съесть, а голодный качок может проглотить и человека. 28 августа 2002 года. Япония. Турнир Pride Shockwave. В ринг вышел King Kong Bob Sub с весом 160 килограмм. Это его третий бой по ММА и два первых он выиграл, поэтому был готов рвать противника живьем, чтобы заслужить очередную порцию суши от японцев. Напротив него стоял легендарный боец Антонио Нагейра с весом около 95 кило, у которого за плечами было уже 17 поединков и всего лишь одно поражение. Кто бы что не говорил про мешка Бобби, но в этом бою он показал отличное шоу и доставил Антонио кучу проблем. Все попытки бразильца сделать болевые не приносили результат, а Сап дрался как настоящий зверь. Но уже в начале второго раунда, когда масса требовала углеводников, а их не давали, бензин Бобби кончился и он проиграл этот бой болевым на руку. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео с друзьями. Пускай не боятся больших алкашей, а занимаются спортом. А вы напишите в комментах, какой самый большой беляш вы нокаутировали в своей жизни. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Пико! Пико! Все, спокойно, спокойно. Ооо! Защита! Нога же держит, раз, два! Переваривайтесь! То вы любого человека, вот я могу двумя пальцами взять у человека вот так вот кадык достать, понимаете? Не напрягаясь. Могу ребро вот так вот просто взять вот так вот и ребро вот достать у человека. И этим ребром ему хоп и глаз выколоть, да? Как бы они отходят из этого образа, представляем, что мы медведи.